На три недели выставочный зал областного центра молодежного творчества стал своеобразным островком культуры и традиций Полесья. Здесь распахнула свои двери удивительная экспозиция, подготовленная ребятами Столинского районного и Давыдгородокского центров детского творчества. Учащиеся, которые посещают наши объединения по интересам, это дети от 6 до 18 лет. Всего у нас 115 объединений по интересам, которых занимается 1430 учащихся. Но здесь выставка еще и Давыдгородокского центра детского творчества, тоже многопрофильное учреждение, то есть два центра представляют эту выставку. Выставка «Талленты земли Берастейской» стала финальным этапом большого культурно-просветительского проекта. За годы его реализации в областном центре побывали экспозиции из всех районов Брещины. Каждый вернисаж становился своеобразным проводником в историю родного края. Столинский район сегодня презентует свою выставку. Это последний из районов. С 2013 года у нас побывали все районы. Мы посмотрели культуру, особенности, традиции всех районов. Сегодня будем смотреть Столин. Один из богатейших, можно сказать, и интересных районов нашей области. Вернисаж «Талленты земли Берастейской» объединил более тысячи работ разных жанров и техник исполнения. От росписи по стеклу, докупажек, виллинга и бисероплетения, до исконно народных традиций, демонстрирующих обряды и обычаи, существовавшие на Полесье 100-200 лет назад. Мы обычно находим какие-то автентичные вещи. У нас есть в рабочем кабинете уголок этнографии шляхок протков на нашчатках. Мы там собираем разные сорочки, ручники, костюмы, по возможности, как у нас это получается. На основе этого материала мы создаем одновленные работы. На основе автентичных кошель – одновленные кошели. И в этих сорочках мы их и на выставки выставляем. У нас и коллекция мужских есть, и коллекция женских. Также в таких сорочках дети и мастер-классы проводят. Познакомиться с выставкой могут все желающие. В Центре молодежного творчества она будет экспонироваться до 25 ноября. Вход свободный.